Приветствую всех настоящих ценителей бокса. Это прогноз на бой Исраила Мадримова против Чарли Наварро. Бой состоится уже через сутки, пройдет он в США. В андеркарте Майки Гарсия против Джесси Варгаса. И чтобы нам понять, как именно поединок сложится, а точнее я бы переформулировал, насколько быстро он закончится, нужно разобрать каждого бойца по отдельности. Но перед этим вам хочу напомнить, для тех, кто увлекается ставками, что париматч всем новым игрокам дает бонус до 2500 гривен. Этот бонус находится по ссылке под видео в первом закрепленном комментарии. Так что, кому интересно, регистрируйтесь, находите интересные бои, ставьте и побеждайте. Теперь непосредственно к боксу. Кто такой Чарли Наварро? Это ветеран из Венесуэлы, ему уже 40 лет, но согласитесь, это приличный возраст. Много у него за плечами боев, причем большую часть из них он победил, но поражений тоже хватает. По-моему, там 9 или что-то вроде того. Три из них досрочно. Если анализировать стиль Чарли Наварро, то у него есть два хороших момента. То, что он довольно подвижный, то есть он, в принципе, двигается по кругу. Это всегда плюс, то есть это помогает выживать. И он еще собранный. То есть он руки старается как бы держать. Ну, постоянно, в общем, руки держит у головы, у корпуса, то есть себя руками прикрывает. Сложно защищается. И как он бьет? Ну, довольно обычно, да. То есть он серийный, он бьет и прямые удары, и там снизу бьет, сбоку, да. То есть такая средняя ударная техника. Ничего как бы сверх выдающегося, но в то же время довольно так плотно, нормально. Если попадет, то тоже лучше от него не пропускать, скажем так. Давайте лучше перейдем к Исраилу Мадримову. Он гораздо интереснее. Почему? Потому что он из Узбекистана, и ему 25 лет. То есть очень молод. И в Узбекистане сейчас какой-то идет реально подъем бокса. Пока его еще не все видят. Я его сам случайно про него узнал. Потому что чемпионов именно в профи у них пока немного. Но очень много молодых бойцов на подходе. Мне больше всего нравится именно Бахадир Джалолов. То есть я часто критикую других узбеков. Но вот Бахадир Джалолов, это нечто, на мой взгляд. И он в будущем нам вообще сверхуровень должен показать. Но сегодня не о нем. Сегодня обсуждаем Мадримова. Первое. Рост у него метр семьдесят четыре. Здесь есть и плюс, и минус. Какой плюс? То, что Израил, он реально мощный физически. То есть он просто... Я даже не знаю, как он в этот вес вписывается. До шестидесяти девяти, девяти килограмм он сейчас. В олимпийском боксе был до семидесяти пяти. Перед уходом в профи. Но он, понимаете, он как медведь. То есть вот посмотрите, особенно между боями, на тренировках. Он просто огромный. Ну, к бою подсушивается, высыхает немного. Но он очень мощный. И это что дает? Тут дело не только в силе удара. Это дает координацию. То, что тебя... Ну, как бы координацию, ловкость, прыгучесть, скорость, да и силу удара тоже. То, что тебя тело хорошо слушается. Вы можете посмотреть, как он делает сальто. Как он отжимается с хлопками. Но не просто с хлопками. Он так выталкивается, что почти в вертикальное положение встает от своего толчка при отжимании. То есть он физически очень атлетичный. Но здесь же есть и минус. То, что получается метр семьдесят четыре. Да, он атлетичнее своих соперников. Но реально он ниже. Для этого веса 69 килограмм 900 грамм. Но он реально на самом деле, ну, как бы низковат. То есть он ниже всех практически. Этот Навару, он тоже невысокий. Но вот в основном будущие его оппоненты в будущем, они будут выше него. И то есть это будет ему создавать определенные проблемы. Теперь еще что хорошее. У Мадримова у него довольно приличный удар. То есть он бьет реально тяжело. И он бьет разнообразно. Он бьет и по корпусу, и по голове. И он левый бьет на скачке хорошо. И он меняет стойки. И в левше может биться. И в правше. Так вроде по природе он правша. Но если критиковать Мадримова, то он прямые практически не бьет. То есть реально все его удары, они идут сбоку. То есть это создает некоторую такую предсказуемость для соперника. То есть ты уже понимаешь, как тебе защищаться. Главное прикрываться от боковых. То есть держать руки, держать руки. И это может в какой-то степени спасти. Очень интересно Мадримов двигается. То есть вот в движениях он очень крут. То есть во-первых, просто, ну чувство дистанции какой-то, да. Он хотя ниже ростом, но часто дистанционно даже соперника своего переигрывает. Но кроме этого он очень хорошо заходит в стороны. То есть он когда атакует, он часто резко в сторону как бы забегает с одной и с другой стороны. То есть угол атаки меняет. Ну это делает там Василий Ломаченко, это делал Пакьяо когда-то. Вроде в этом чего-то секретного нету. Но реально у него это получается очень на высоком уровне. Руки он часто не угловые держит, часто опускает. На самом деле это нормально в его стиле. Потому что он защищается больше ногами, чисто контролируя дистанцию. И нарками и уклонами. То есть у него же голова не на месте стоит. Если бы он руки опустил и вперед пошел бы биться, это одно. А он вот руки опустил и идет вперед биться, только еще головой своей двигает. То есть попасть по нему довольно трудно. Конкретно этот бой. Понятно, что здесь выиграет Израил. Здесь, ну а что, что здесь обсуждать? Он выиграет. У его соперника я шансов на победу не вижу вообще. Вопрос, сколько бой продлится. Я так посмотрел. В принципе, я нашел только старые бои этого Наваро. Давности там 3-4 года. Тогда он довольно хорошо защищается. То есть он живучий. Он как бы много двигается ногами по кругу и перекрывается. Это хорошо. И огрызается тоже нормально. То есть довольно у него быстрые руки. Удар не шедевр, но нормальный. И вот если бы он таким был, как тогда, ну мне кажется, у него был бы шанс затянуть бой в поздние раунды. Возможно, даже всю дистанцию бой прошел бы. Не знаю. Но какой он сейчас, остается только гадать. Ну, лично я чисто для интереса сделал ставку на пари-матч на то, что бой пройдет всю дистанцию. Там просто коэффициент 10. Сейчас у меня тут изменился свет, потому что в компьютере кое-что поменялось. Но я далеко не уверен, что такая ставка зайдет. Просто сделал, как бы, для интереса. Проверить, так сказать, свою теорию, что этот Навару, в принципе, может в бою до конца продержаться. Ну, посмотрим. А вам спасибо, что посмотрели данное видео. Всем счастливо. До новых встреч. Тушу камеру. Продолжение следует...